Всем привет! Меня зовут Екатерина. Добро пожаловать на мой канал, где мы обсуждаем декоративную косметику и также уходовую. И конкретно сегодня мы все-таки больше сделаем упор на уходовой косметике, потому что у нас с вами рубрика «Пустые баночки». И у меня опять накопилась просто какая-то нереальная куча пустых банок. Здесь будет как уход, так и несколько продуктов из декоративной косметики. Хотела поблагодарить всех, кто проявил особый интерес и посмотрел мое прошлое видео по пустым баночкам. Оно собрало очень много просмотров, и я вам действительно благодарна за это. Я так понимаю, что эта рубрика особенно популярна на моем канале, поэтому я сейчас стараюсь как можно тщательнее и аккуратно собирать все свои пустые баночки по всему дому, по всей квартире. Давайте начинать. У меня здесь сверху на самом деле лежит много декоративки, но я постараюсь опять-таки вытаскивать по порядку, плюс-минус в категориях, скажем так. Ну, давайте начнем, наверное, по классике. У меня в каждых пустых баночках всегда есть сухой шампунь от Batiste, версии Fresh, ничего не меняется, как и гель от CERME. Это единственная константа моей жизни, единственный продукт, которым я пользуюсь на постоянной основе. Это мой любимый сухой шампунь для сухих волос, который хорошо очищает корень, не посушивает. Также из пустых баночек хочу вам показать вот такую вот зубную пасту от бренда Spotlight Oral Care, созданной дентистами, и все-таки она сделана в Ирландии. Я в прошлых пустых баночках как раз-таки показывала вам пасту от Bio Repair, что они у меня закончились, что это одна из моих любимых паст. И вслед за ней я себе заказала с Культ Бьюти вот такой вот экземпляр. На самом деле не могу сказать, что она мне как-то очень понравилась, и я сейчас купила себе бренд Cura Prox. Это неплохая зубная паста, которая нормально прочищает зубы, она не очень обладает каким-то сильным мятным запахом или вкусом. Она скорее такая слабо мятная, но при этом очень какая-то сладкая, и с такой позицией на самом деле она мне не очень понравилась. Я все-таки больше люблю такие мега освежающие, мега мятные пасты, я не очень люблю прям сильно сладкие. Поэтому, скорее всего, я, наверное, эту покупку повторять не буду, и перейду дальше к тестированию паст от Cura Prox. Также я тут уже вам спалилась, что у меня закончилась вот такая вот огромная бутылка мицеллярной воды от Биодерма. Она у меня на самом деле очень давно уже стоит, и я ее допользовала вообще еле-еле, потому что я на самом деле сейчас довольно редко пользуюсь мицеллярной водой. Я использую двухступенчатую систему умывания. Это гидрофильное масло плюс пенка. Утром я просто пользуюсь пенкой, и мицеллярная вода мне нужна, ну, в некоторых ситуациях, когда я хочу там что-то, может быть, как-то на лице подстереть или что-то такое. Или, например, когда я окрашиваю себе брови, я тогда стираю мицелляркой, либо просто водой. Поэтому закончить для меня такую бутылку было прям очень-очень сложно. Раньше я постоянно пользовалась мицелляркой для очищения лица от макияжа, но сейчас мне гораздо больше нравится двухступенчатая система. Тем не менее, из всех мицеллярок, что я пробовала, это самая классная. Я вам ее от души рекомендую, она подходит для любого типа кожи и очень хорошо убирает все загрязнения. Так, давайте, наверное, дальше пойдем по тоникам. У меня здесь два продукта. Вот такой вот тоник от Самбайми с АХ, БХА и ПХА кислотами и неоцинамидом. На самом деле он мне не очень понравился, я его докончить не смогла, но это на самом деле и не странно, потому что этот тоник все-таки больше предназначен для проблемной кожи, с прыщичками, с постакне, он хорошо отшелушивает, и для моей кожи это было, наверное, слишком, скажем так, too much. Но я его покупала больше для тех целей, чтобы проходиться больше вокруг носа, убирать какие-то шелушения, ну как бы только по всем зонам лица, где у меня нет какой-то адской сухости, и это в основном нос. Но даже для вот этой вот Т-зоны мне он не очень понравился. Все-таки мне кажется, что у меня совсем не тот тип кожи, чтобы как-то адекватно протестировать этот продукт. Не знаю, зачем я его купила, на волне хайпа, вот этой вот зимой, примерно, наверное, в начале зимы, может, там, в ноябре, в декабре. И не смогла я, короче, им допользоваться, мне что-то не очень понравился. И второй тоник, который просто один из моих самых-самых-самых любимых, и, честно, я уже хочу просто забросить все остальные продукты и снова вернуться к нему. Но у меня сейчас на тесте, там, по-моему, один-два тоника еще лежит, и я, возможно, еще прикуплю себе его не раз, потому что это просто один из самых комфортных и кайфовых вообще тонеров ever, которые я когда-либо пробовала. Супер подробный рассказ я оставлю, наверное, в видео, которое я снимала про корейский уход. Я там прям очень подробно рассказывала про этот продукт. И это бренд Purita Centella Green Level Calming Toner. Это тонер с центеллой азиатской. Он такой очень приятной текстуры, клейкий, немножечко как будто гелевый, то есть это не водичка, он очень классно впитывается в кожу, он очень классно успокаивает, и после него все последующие средства наносятся настолько круче, настолько комфортнее, это просто не описать словами, и мне кажется, что уже после, ну не только моих советов, я, очевидно, не самый первый человек, который начал про него рассказывать, я сама его видела у очень-очень многих коллег по цеху на ютубе, в том числе Оли Глосс, огромное спасибо за рекомендацию, и просто я не смогла удержаться от того, чтобы его попробовать. В общем, если вы ищете какой-то идеальный беспроигрышный тонер, не знаете, с чего начать, в принципе, я его могу советовать абсолютно всем типам кожи, для утреннего и для вечернего ухода. Далее у нас с вами идут сыворотки. Ой, я, кстати, еще забыла одно гидрофильное масло, ну ладно, попозже расскажу. И сывороток у меня почти закончилось, там прям совсем чуть-чуть осталось, но мне кажется, уже этот продукт немножечко вышел из срока годности, потому что он уже давненько у меня живет в моей коллекции. Это бренд The Skin House и Marine Active Serum. Это увлажняющий серум. Такой он очень приятный на самом деле запаха и очень приятной текстуры. Он хорошо так прям подсклеивает, как будто бы шелушение, успокаивает кожу. В принципе, хорошая увлажняющая базовая сыворотка, но на какой-то такой долгосрочной перспективе я не особо заметила какое-то изменение кожи, поэтому некоторое время я пользовалась им в работе, просто как такой базовый уход для того, чтобы подготовить кожу к макияжу. Мне он очень понравился и, в принципе, могу его советовать. Так как у него такой липковатый немножечко финиш, он вроде бы впитывается и дает такое легкое ощущение влаги, но на коже он все равно чувствуется чуть-чуть таким липковатым. И для сухого нормального типа кожи это, в принципе, выступает прикольной такой базой, в том плане, что на него классно прилепляется и крем увлажняющий, и также тонер впоследствии, то есть этот серум, он как бы хорошо так удерживает влагу за счет липкости, плюс хорошо удерживает тональный крем. Но, опять же, не для всех типов кожи, и эффект довольно-таки слабоват, чтобы рассматривать его на каждый день, ну, по крайней мере, в моем случае. И вторая сыворотка, про которую я, опять же, уже рассказывала в том самом видео про Корею, это сыворотка от бренда Apieu, Madagascide Ampula, с центеллой азиатской. Здесь 99, по-моему, да, 99% экстракта центеллы азиатской. Я уже в своем видео говорила, что в целом эта сыворотка неплохая, но я не смогла оценить полностью и прямо на 100% эффект, потому что, мне кажется, она больше подходит все-таки для проблемной кожи, так как центелла именно в форме сыворотки, она круто работает как такой заживлятель поверхности, она круто затягивает постакны, какие-то прыщички. И в качестве такой успокоительной сыворотки мне она не очень подошла, потому что она не воздействует как-то на глубинные, скажем так, слои кожи, и красноту не особо успокаивает. Но что касается какой-то поверхности, вот что-то такое залечить, возможно, какие-то шелушки, она с этим классно справлялась. И в периоды, когда у меня зимой кожа подсушивалась, такую какую-то мелкую сухость, какие-то мелкие морщинки, такие прям мелкие какие-то, даже не знаю, как сказать, участки потрескавшейся кожи, но которые только очень-очень близко видно, вот такие штуки она хорошо затягивала. Как я могла забыть в самом начале рассказать про гидрофильное масло, опять же, я тоже про него рассказывала, по-моему, в том же видео, это гидрофильный бальзам от Good Molecules Instant Cleansing Balm. Он довольно бюджетный и сделан в Корее, и стоит, по-моему, в районе 10-15 долларов. И, в принципе, с ним все хорошо, за одним небольшим, единственным исключением, мне не очень нравился его запах. Особенно, когда ты наносишь его на лицо и начинаешь растворять макияж, то в нем есть какой-то такой не очень приятный запах жира. Как бы парадоксально это не звучало, это гидрофильное масло, и как бы, Катя, что ты удивляешься? Понятно, что оно будет пахнуть какими-то маслами, жирами и так далее. Но в баночке, в принципе, не улавливается как-то этот запах, но когда начинаю распределять, то прям чувствую какой-то запах, не знаю, жирного бекона, можно так сказать, на лице. И по всем параметрам именно в плане очищения лица от макияжа он нормально работает, но для меня это не самое комфортное средство, поэтому на данный момент я пробовала гидрофильный бальзам, который нравится мне побольше, и, наверное, я пока что повторять покупку этого не планирую. Дальше небольшой продукт для волос, пока не забыла, это увлажняющая эссенция для волос от бренда Label. Это уже вторая у меня такая баночка, причем предыдущая у меня заканчивалась довольно давно, и так как я на данный момент пользуюсь сывороткой от Goldwell, это мне тоже очень нравилось, но от Label мне гораздо больше нравится масло, и если сравнивать, допустим, вот эту сыворотку с Goldwell, то, наверное, на данный момент Goldwell мне нравится все-таки побольше. Вы нанесли парочку нажатий вот этого несмываемого крема на волосы, распределили, и волосы гораздо более рассыпчатые, они лучше держат влагу, они лучше расчесываются, не путаются. О, вот такая вот прикольная штука, которая у меня уже была в пустых баночках, это Bubble Cleanser Mix Oil от бренда Ayume. Я пыталась этой штукой пользоваться для лица, и она просто пипец, как жжет глаза. Я просто не поняла в тот момент, как гидрофильное масло может вообще такое делать. По-моему, это какое-то издевательство. Я тогда в пустых баночках как раз-таки рассказала про этот продукт и высказала свое фи, и мне в комментариях кто-то посоветовал гениальный просто совет воспользоваться этой штукой для мытья спонжей, кистей. И, ребята, это просто лучший продукт для таких целей, вот серьезно, он офигенно отмывал спонжи, и всегда у меня в комментариях спрашивали, блин, Катя, с чем ты отмываешь спонжи, кисти, почему они такие чистые? Это вот эта штука, которая вообще не подходит для лица, но зато идеально подходит для кистей, для инструментов, для спонжей и так далее. Стоит она, конечно, не дешево, по-моему, где-то 700-800 рублей, но, в принципе, мне хватило ее на целый год, и мне кажется, что если вы заботитесь о своих кисточках, о своих спонжах, и вам, в принципе, не все равно, чем мыть, то можете купить эту штуку. Мне кажется, она неплохо работает, и, допустим, в сравнении с моим любимым шампунем для кистей, от Бобби Браун. Эта штука намного-намного дешевле. Еще пара продуктов спорных и отстойных, от которых я просто хочу избавиться и выкинуть. Мне вообще не очень понравилось, я не поняла, в чем прикол. Может быть, кому-то из вас и не нравится, и вы захотите меня как-то переубедить, может быть, в комментариях, я буду не против с вами подискутировать. Это маска с авокадо, вот такая вот увлажняющая, успокаивающая. Не знаю, она, по-моему, вообще ничего не делает. Я наносила ее на кожу, и ты ее смываешь. Во-первых, она смывается просто ужасно. Я люблю, когда маски смываются либо в душе, как-то аккуратно, спокойно сами стекают, и не нужно вот так вот тереть лицо, либо когда просто под раковиной ты смываешь, и это не вызывает каких-то огромных проблем. Но эта штука, она прям настолько какая-то жирнючая, неприятная, и то ли приходится ее мокрым полотенцем смывать, то ли какими-нибудь салфетками, из-за этого опять дерешь кожу. У меня здесь еще немного осталось, я пыталась ей пользоваться несколько раз, и нет. И вторая маска, которая мне вообще не понравилась, и она мне досталась в... Так, она мне немножко протекла. Класс. Она мне досталась в гуди-беге от Культ Бьюти. Это бренд R&R. Наверное, так произносится. Это маска Summer Fridays для сияния кожи. Почему в этой маске есть просто какие-то огромные отшелушивающие частицы, которые очень больно смывать, и сама текстура, она клееобразная, она очень густая. И представьте себе, вам нужно смыть вот такую вот маску, которая хреново смывается с кожи, которая очень прям жирная, но в ней еще при этом частички какой-то скорлупы. Это просто, это какая-то... Это настолько больно. Это настолько неприятно. Господи, я вообще не понимаю, кто в здравом уме просто придумал эту маску. Я не знаю, может быть, у меня какая-то сверхчувствительная кожа, или она вообще не подходит для такого типа кожи. Я вам сейчас постараюсь показать. Не знаю, будет ли видно. Вот эти вот маленькие вкрапления, черные и белые, это как будто бы какие-то маленькие косточки, какие-то шарики, короче, какие-то очень твердые кусочки, которые, когда ты пытаешься смыть эту гелеобразную жирную маску, ты еще дерешь этими кусочками себе лицо. Все, я про нее рассказываю, мне уже плохо. Также у меня закончился вот такой вот крем от бренда Apieu, тоже с мадекососидом, как и вот эта вот сыворотка, это с тентеллой азиатской. Мне, в принципе, понравилась эта комбо. Оно, опять же, классно затягивает какие-то шелушения, воспаления, сухость кожи. Оно не сильно увлажняет. Именно вот с увлажнением я бы не стала обращаться, скажем так, с этой проблемой к этим средствам. Но для затягивания кожи, для какого-то такого залечивания на мелком уровне, в принципе, мне понравилось. Также хочу показать вам вот такой вот продукт. Это бальзам для губ от Pure Pau Pau с арбузиком. Он у меня, по-моему, уже вышел из срока годности, но при этом там еще осталось, на самом деле, много бальзама. Я просто им в последнее время, когда пользовалась, он на губах уже начал образовывать такую некрасивую белую пленку. И мне кажется, что он уже просто, ну, скажем так, изжил себя. И при том, что я пользовалась им довольно-таки часто, постоянно перед съемками, в нем еще осталась куча продуктов, потому что здесь объем, по-моему, какой-то нереально огромный. 25 грамм бальзама! Я не знаю, зачем так много вообще бальзама губам. Но, в принципе, в теории его еще можно мазать на колени, на локте, на какие-то такие суперсухие участки на вашем теле, чтобы их как-то подувлажнить, запитать и как-то залечить. Я, по-моему, как раз в пустых баночках в прошлых говорила, что мне очень нравится вот такой вот вкус-запах крема для рук от Body Shop, который с зеленым чаем. Я тогда говорила, сказала, что он с мятой, но нет, это именно с зеленым чаем, и он у меня закончился. Я как раз-таки нашла у себя его в сумочке. Это просто самый вкусный, самоосвежающий, самый приятный запах для рук вообще ever, который я когда-либо пробовала. Он так пахнет прям, знаете, как какой-то мохито, каким-то соком суперсвежим, чем-то таким с алоэ. Я просто обожаю все такие запахи, и мне очень-очень нравится этот крем. Это простой базовый увлажняющий крем без липкого эффекта, и такая вот маленькая упаковка в сумочке прям идеально подходит. Ну и последнее средство из уходовой косметики у меня, опять-таки, ну не то что закончился, а уже вышел из срока годности. Это Ciccaplast от Le Roche-Posay. Это вот такой вот крем, очень-очень плотный, которым я пользовалась зимой, когда мне кожу обветривало. Это что-то типа Dr. Jart Cicca Pair, что-то вот из этой области. Но этот крем, он уже идет с пантенолом, с опять же Мадекасасидом, то есть это центелла азиатская, но он по текстуре прям намного-намного плотнее. И, кстати говоря, такой тюбик у меня уже заканчивался, ну где-то вот года полтора-два назад, когда у меня кожа была супер просто сверхсухая. И единственное, что меня спасало зимой от шелушений вокруг рта, зимой, когда минус 20, еще ветер, еще при этом влажность. Так, ну что, пошла у нас с вами декоративка. Надеюсь, что я ничего из ухода не упустила. Давайте начнем, наверное, с вот такой вот штуки. Это спонж от Chic на самом деле, но он у меня лежит в коробочке от Manly Pro. Просто я ему уже очень давно пользуюсь, и я решила уже наконец-то обновить все свои спонжи. Купила себе новенький от Chic. Также у меня сейчас довольно новый от Focalure. В общем-то, спонж от Chic очень классный, бюджетный. Он, по-моему, стоит в районе 300-400 рублей. Так, я извиняюсь, пришлось ненадолго отойти. Мы с вами продолжаем. И дальше у меня продукт мой, просто самый-самый любимейший BB крем от бренда Misha. Perfect Cover в 13-м оттенке. У меня лежит полноразмерка в ванной запасной. Все еще не открыла, но мне очень нравится этот BB крем, и я решила на всякий случай его купить, потому что предыдущую версию, насколько я понимаю, снимают с производства. У меня, кстати говоря, есть обзор на новую версию. С этого BB крема я оставлю ссылку наверху. Но очень много идет разговоров о том, что эту версию снимают, но тем не менее она все еще продается. Например, на iHerb. Она доступна к заказу, по крайней мере, недавно, когда я смотрела. Не знаю, я обязательно оставлю все ссылки на товары ниже под видео. И на самом деле мне эта версия нравится больше, чем новая, потому что она гораздо лучше увлажняет, она гораздо лучше сидит на сухой коже, она как-то лучше склеивает шелушения, она их не подчеркивает. И, в принципе, если бы была моя воля, я бы, конечно, не стала менять формулу на новую. А вот, кстати, у меня новая не так уж и далеко. Вот так вот выглядит новая версия. Она называется Perfect Cover RX, и она уже гораздо более матовая, ну, скорее, наверное, сатиновая. И нравится мне все-таки чуть-чуть меньше, чем старая версия. Но, тем не менее, вот такую вот миниатюрку старой версии я вымазала полностью. Также из тональных средств у меня закончился Estee Lauder WV в оттенке 2N1 Desert Beige. Это просто мой самый любимый тон для работы, и у меня уже осталось его прям вот чуть-чуть совсем на донышке, и я решила его уже, наконец-таки, расхламить и выкинуть. Это просто любимейший тональный крем, очень плотный, который хорошо растягивается при этом, и от него можно добиться хорошего среднего покрытия. Он с матовым финишем фиксируется, и это лучший продукт для невест, для какого-то суперстойкого и долгоиграющего макияжа. Я его использую либо соло, либо подмешиваю для каких-то более стойких образов. Опять же, в тандеме с Мишей он очень круто смешивается и дает какой-то нереально стойкий, очень долгий эффект. Также из тонирующих средств у меня закончился, ну, точнее, я просто насильно добила консилер Magic Away от Charlotte Tilbury. Я с него сняла вот эту дурацкую жулю, потому что она постоянно пачкалась, не давала нормальное количество продукта. Я все-таки этот консилер добила, и не могу сказать, что он мне очень сильно понравился. Да, у него классный финиш на коже, он неплохо смотрится, он очень круто перекрывает, но все равно для меня он как-то тяжеловат и не всегда как-то выгодно, что ли, смотрится на коже, может подсушивать. И в целом я какие-то прям супер-таки плотные консилеры не очень сильно люблю, ну или по крайней мере люблю, когда они с более таким живым, влажным финишем, и у меня есть возможность либо вообще оставить консилер более влажноватым, либо же припудрить по настроению. С этим консилером мне не очень понравилось его припудривать, он уже становится такой прям плотненький, как пирог, и в принципе он довольно дорогой, поэтому я не особо как-то к нему прониклась. Также здесь небольшое количество продукта, всего лишь 4 мл. Вот такие вот два маленьких каяла, это Maybelline, здесь у меня тату-лайнер и мастер-драма. Мастер-драма я просто откопала в какой-то старой сумке, по-моему, в рюкзаке, с которым раньше ходила, и вот так же тату-лайнер у меня тоже закончился, прям уже такой малышок остался, это классный гелевый каял для прокрашивания межреснички, для прокрашивания слизистой, и для создания каких-то таких более графичных макияжей, например, вот какой-то такой стрелочки, или просто растушевать, например, вдоль ресничной линии. Ну и далее карандаш для бровей, но это небольшая такая обманка. Кажется, что это Vivienne Sabo, но нет, это какая-то подделка на Vivienne Sabo от бренда Fores Cosmetics, который называется Slim Bro Arcade. Я его покупала, по-моему, в Спектре, и мне очень удивило то, что настолько бюджетные карандаши еще умудряются подделывать, как-то копировать. В целом, это неплохой карандаш, я его полностью докрасила, он хорошего оттенка, он работает почти так же, как и Vivienne Sabo. Единственная разница, что Vivienne Sabo немножечко, наверное, чуть-чуть посветлее оттенок, и текстура немного поприятнее, но разница прям супер какая-то минимальная, да и в цене тоже особо разница минимальная. Я просто этот карандаш добила, закончила, и просто хочу забыть и не покупать больше такие подделки. Просто хотелось как-то попробовать и протестировать вообще, стоит ли, в принципе, игра свеч, но, как мне кажется, оригинальный Vivienne Sabo не сильно дороже, и при этом по качеству просто отличный. Также вот такой вот малышок, который у меня застрял в колпачке, это карандаш от NYX 857 Nude Beige, я точно знаю, потому что они у меня улетают просто каждые несколько месяцев. Это раньше был один из моих любимых нюдовых карандашей, постоянно его покупала, и вот такой вот малышок у меня опять откопался, видимо, в какой-то сумке. В принципе, мне нравится этот оттенок, но на данный момент у меня уже много есть всяких разных нюдовых фаворитов, о которых я надеюсь, что расскажу в последующих видео. Я планирую снять какое-нибудь видео мои любимые помады, карандаши, вот что-то такое. Я все еще собираю, скажем так, новые экземпляры, и вот недавно я себе в последней распаковке накупила очень-очень много помад, и думаю, что потом как-то скомпилирую и вам расскажу. И также еще один каял, ну точнее гелевый карандаш от бренда Shiseido, Micro Liner Ink. Это вот такой вот карандаш в 0,3 оттенке Plum. Это маленький микрокарандаш, гелевый, который у меня закончился. Он здесь вот прям последняя как бы штука, и все, он уже дальше не выдавливается, он уже просто сыпется, и все. Больше я его выкрутить уже не смогу. На самом деле карандаш прикольный, то есть у него классная текстура, он классно рисует, у него интересный оттенок, но продукты здесь просто, ну микроскопическое количество, вот серьезно, это даже не смешно. Здесь 0,08 граммов, то есть 0,1 грамма, и стоит этот карандаш, по-моему, в районе полутора тысяч, и честно, за такую цену я точно его перепокупать еще раз не хочу. Но надо сказать, что стойкий он просто капец. Я только что его нанесла, он еще даже зафиксироваться не успел. Еще один продукт, который мне не очень понравился, это фиксирующий спрей от бренда Cover FX, который называется High Performance Setting Spray. он, по-моему, без спирта, да, он без спирта, очень быстро сохнет, какой-то у него супердолгоиграющий эффект. Я не смогла измазать и спшикать этот фиксатор, это просто какой-то странный очень продукт. Я не знаю, у меня, видимо, то ли не достаточно матовое покрытие, чтобы им пользоваться и как-то фиксировать макияж, но когда я его пшикаю на лицо, у меня ощущение, как будто бы оно еще более жирным становится, и это вообще никак не продлевает, ничего не усаживает и никак не помогает моему макияжу, поэтому я от этого продукта избавляюсь, мне он не понравился, и я пыталась его наносить на разные тональные средства, и на более матовые, на более плотные, на легкие, на припудренные, на неприпудренные, и всегда один тот же эффект. И также я избавляюсь от трех тушей, на которые я уже снимал обзор, надеюсь, я ничего не путаю, он уже вышел на моем канале, но если нет, то обязательно скоро будет. Вот такие вот три туши, у меня уже, скажем так, пересохли, и пришло время избавиться. Это Reluie Le Amia Italia, классная тушь с силиконовой щеточкой, вот она мне понравилась, на самом деле, но она у меня все-таки немножко отпечатывалась, но скорее при долгой носке, плюс когда уже туши было где-то больше двух-трех месяцев, но мне кажется, для бюджетной туши это нормально. Также Eva Mosaic High Tech, у нее уже прикольная такая обычная классическая щеточка, вот она дает очень классный объем, прям шикарные ресницы для своей цены, и причем она еще, кстати, не особо-то и пересохла, то есть там прям состав такой жирненький, я может быть все-таки ее еще, наверное, извозюкую чуть-чуть для себя, но она отпечатывается на мне, к сожалению, после некоторого использования, поэтому... И также L'Oreal Volume Million Lashes, вот такая вот в золотой упаковке, она коричневая сама по себе, и у нее такая вот широкая щетка с маленькими зубчиками, вот эта тушь мне не понравилась, ей очень больно красить глаза, у нее какие-то маленькие такие жесткие ворсинки и эффект, в принципе, прикольный, он такой натуральный, естественный, очень спокойный, и каких-то супер длинных ресниц у меня не получилось с этой тушью. Ну что, вот такая вот огромная коробка средств у меня получилась, как всегда, если вы что-либо из этих средств пробовали, то обязательно поделитесь своим мнением и опытом ниже в комментариях. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, и всем пока!